всем привет сегодняшнее видео поговорим о том а почему при себе нужно также иметь наличку приятного просмотра и так все мы привыкли что расплачиваться безналичным путем удобно и экономить времени и при этом мы еще получаем как правило кэшбэк но бывает в жизни ситуации когда происходит какие-то технические сбои или иные моменты и нужна наличка а ее нет и люди в этом случае остается достаточно сложной ситуации потому что не оплатить и срываются какие-то планы и давайте разберем какие могут быть ситуации все мы знаем что при оплате это все-таки терминал а бывают какие-то технические сбои то есть к миру перестал работать перестали работать терминала в каком-то магазине но я могу сказать ситуации жизни когда в огромном гипермаркете перестали работать все терминалы для платы и все конечно набрали огромные тележки с товарами и были вынуждены оставить у кого-то сорвались планы так как у них на руках не было налички а благо у меня была наличка и соответственно я смог расплатиться это одна из ситуаций жизни но также бывает ситуация когда выключили свет соответственно никак не расплатится карта и ничего не работает но наличка в этом случае может выручить и вы получите свой товар также есть такой момент в связи с нынешними ограничениями и соответственно многие банки уже не продлевают то есть не менее не перепускает просроченные карты вместо этого карта с истекшим сроком действия продолжает работать но при этом не все терминалы настроенные нужным образом то есть это не только зависит от банка который выпустил вашу карту то есть не только от банка-эмитент непосредственно а также от терминала платы банка эквайра ну то есть от терминала на котором вы производите оплату и бывает так что зачастую к мере при проезде на автобусе у вас ну может возникнуть ошибка карта просрочена и увы вы не сможете в этом случае оплатить если у вас есть при этом наличка спокойно вы можете решить данную ситуацию это может быть это может произойти не только при оплате на транспорте но и других торговых точках так как никто не ожидал такой ситуации и соответственно таких ограничений и не все банки смогли настроить темным образом разумеется на это уйдет достаточно количество времени а при этом если у вас есть наличка вы сможете расплатиться также существует достаточно много ситуации проблем с платежным терминалом непосредственно то есть это может быть плохая связь связи с этим из отсутствия связи теминала вы тоже не сможете оплатить банковской картой а также бывает ситуация к миру вы один раз приложили карту у вас вышел чек об отказе при этом сумма была заблокирована то есть зарезервирована так скажем списан ну не списана уже была зарезервирована баланс у вас карта уменьшился ну думаете ну ладно еще раз приложу еще раз сумма резервируется у вас приходит сообщение о списании вы еще раз прикладываете опять снова так скажем такая же ерунда но в этом случае что вы сделаете опять вам нужно будет наличка потому что можно будет иначе все так скажем средства так скажем все средства могут оказаться зарезервированными а вы так и не сможете сплотиться то есть бывают всякая ситуация всякие моменты все-таки техника и то есть ситуации множество еще есть такой момент если вам потребуется сделать возврат а то есть не всегда возврат может поступить мгновенно тем более если вы возврат сделали в другой день соответственно у вас вы можете ожидать там зачисление возврата неделю две недели и более а если у вас была бы наличка вы оплатили наличкой вам наличкой вы вернули вот это есть еще такой момент то есть да разумеется безналичные способы оплаты они очень удобные вы получаете множество преимуществ это кэшбэк и так далее удобная безопасная плата но при этом нужно при себе также иметь небольшую сумму денег чтобы эта сумма будет достаточно чтобы эта сумма была достаточно на плату проезда чтобы могли там сходить поесть кафе или там ближайший магазин чтобы вы элементарно могли добраться домой потому что бывают различные ситуации когда люди не смогли оплатить они голодные они потом сидят весь день на работе голодные недовольные или и люди которые из-за какой-то технической ошибки не смогли добраться до дома они шли допустим пешком опять-таки озлобленные потратили много времени а всего этого не было бы если бы элементарно соответственно предусмотрели такие моменты то есть если у вас будет небольшая сумма наличный наличных денежных средств это не будет представлять как такой опасности ну то есть разумеется не нужно там с собой носить огромную сумму денег то есть элементарно суммы достаточны ну чтобы могли выполнить элементарные срочные задачи и тогда не будет никаких проблем то есть нужно всегда быть предусмотрителями запасаться всем и тогда вы сможете избежать множество проблем то есть нужно понимать разные ситуации жизни бывают это все мы обсудили не буду повторяться а подписывайтесь на мой канал впереди много интересного видео нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать уведомлений о новых видео также делитесь этим видео чтобы как можно больше большое количество людей видели посмотрели и соответственно чтоб канал еще больше подвигался пишите комментарии всем желаю крепкого здоровья удачи успехов всем пока